Как на самом деле делают рекламу всех продуктов? Они смешивают клей с искусственным сыром, чтобы сыр на пицце хорошо тянулся. Они кладут его на края пиццы и потом сверху ложат другую пиццу. И вы посмотрите, как будет выглядеть сыр для рекламы. Это выглядит очень аппетитно. Дальше это желе и белый клей, которые создают отличное молоко для хлопьев. Когда клей схватится, туда кладут подушечки для хлопьев. И они не тонут. Это выглядит красиво и аппетитно. Как на самом деле делают рекламу всех продуктов? Картон и моторное масло отлично подходят для блинчиков. Картон кладется между блинчиками, чтобы сделать их более пышными и придать им форму. Затем они льют моторное масло сверху, потому что оно не впитывается в блинчики. Посмотрите, как это выглядит. Насколько уникально твое тело? Только 10% людей левши. И большинство из них живут дольше, чем правши. Только 1% людей в мире амбидекстры. Это те, кто умеют писать обеими руками одинаково красиво. Всего 1,5% людей имеют вот такую складку на ладони. По ней можно читать судьбу. Меньше чем у 1% людей есть такая кость. Большинство из нас имеет 24 ребра, но у некоторых их 25. И это им никак не мешает. 3% людей имеют х-образную складку на обеих руках. Это очень редко, но если у тебя такое есть, у тебя очень сильный характер. Животные, которых ты не видел до этого момента. Это белый листонос, который обитает в Центральной и в Южной Америке. Они размером шарика для тенниса. И вот так они гнездятся на листьях. Это зонтичная птица. И выглядит она почти как зонтик. У них большой хохолок, который достает до ядра земли. А это полосатый тернек, который живет на Мадагаскаре. Выглядит он как смесь ежа и мыши. И питается он червяками и фруктами. А это особенный мини броненосец. И его размеры не превышают ладошки человека. Поэтому гуляя по улице, смотрите под ноги, чтобы не наступить на него.